МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я хочу тут уже перейти к теме журналистики. Вас наверняка, я так полагаю, многие спрашивают, и еще будут спрашивать, не хотели бы вы вернуться в политическую журналистику? Не хочу. Я думаю, что да, потому что если бы хотели, давно бы вернулись. Но, кстати, вот хороший ответ. Хотел бы давно бы вернуться. Да, потом бы вернулись. Спасибо за подсказку. Но меня интересует еще, а вот работа на канале Культура. Вы можете, имеете возможность рассказать о своей новостной программе, представить иностранцу день России ярче, чем это может сделать телевизионная служба Федерального общественно-политического канала. То есть вы имеете такую возможность? Или у вас чисто цель только культурные события? А картинка, в общем-то, это пусть, и картинками пусть занимаются, ну, я имею в виду общей картиной пусть занимаются другие телеканалы. Общей картиной жизни? Да. Жизненно. Чтобы иностранец имел представление о России. Ну, ответить на ваш вопрос можно довольно просто. Ответить тем, что канал, телеканал Культура, собственно, для этого и создавался. Чтобы наиболее подробно, наиболее детально, наиболее глубоко по возможности говорить о том, что в других средствах массовой информации звучит в течение двух минут в конце выпуска новостей. Или вообще не звучит. Вообще не пока. А если идет трансляция, например, концерта, то это должен быть какой-то, ну, невероятный концерт, в котором поют Монсеррат Кабалье и покойная Мария Калас, воскресшая. Вот тогда это покажут там. А на канале Культура вы увидите все. И архив Марии Калас, и Монсеррат Кабалье, и любой концерт любого, любой звезды, оперный, балетный, эстрадный, джазовый, какой угодно. Ретроспективу фильмов Фассбиндера или еще какого-нибудь из выдающихся авторов подряд несколько вечеров. На каком канале вы это еще можете увидеть? Выдающиеся образцы искусства нашей отечественной каждый день в огромном количестве, в концентрированном виде, так будет лучше, наверное, сказать, вы получаете только на телеканале Культура. Нет ни необходимости, ни смысла в том, чтобы представлять на телеканале Культура общую картину жизни. Это уже довольно сложная и довольно яркая картина. То, что дает канал Культура. Да. Собственно говоря, понимаете, телеканал Культура создан, не знаю для чего его создавали, его задумавшие. Но, на мой взгляд, он существует для того, чтобы напоминать людям о том, что человек сложнее. Вот это все ближе к жизни, мне кажется. Это человек гораздо сложнее, чем вам может показаться, чем сторонник левой идеи или правой идеи. Сторонники. Вообще человеку сложнее. Да. И сама Россия, мне кажется, на вашем канале, она немножко, она более сама собой выглядит, чем на общественно-политической, где, в общем-то, мы, ну, мифы иногда показывают. Мы получаем неповерхностный портрет России, когда смотрим канал Культура от начала до конца. Вот это я хотел услышать. Пользуясь такой возможностью, что вы у нас в студии посоветуете нашим зрителям, как вообще часто надо ходить человеку в театр минимальное количество раз в месяц, чтобы не остать от жизни, чтобы душу, ну, чтобы финансы позволяли. Видите, я всегда считал, что культура невозможно дозировать. Культура – это не пилюля. Человек, бескультурного человека положить в больницу на стационарное излечение, подавать ему культуру в качестве пилюли регулярной, и он выздоровеет. Не выздоровеет. Бескультурный человек вряд ли выздоровеет. А люди, которые нуждаются в том, чтобы питаться культурой, больше, ходить, смотреть, слушать, читать, они как-то сами регулируют для себя это. Невозможно определить. Нет, нет, рецепта нет. Рецепта нет. Кто-то любит, например, театр, теперь не может кино. Это его выбор. Он любит живое искусство, он любит дыхание, он любит, чтобы искусство дышало. А в кино оно не дышит, там все попкорн хрустит по духам. Понимаете, невозможно сказать, сколько надо ходить. Просто надо. Ну как, ну да, ну желательно. Желательно, конечно. И все усилия нашего государства направлены на то, чтобы расширять там сеть и прокатную сеть кинотеатров больше открывать даже в самых мелких городах. Театры даже в небольших городах. Здесь Женя Миронов и его друзья придумали фестиваль театров малых городов. То есть они находят где-то там в глубинке, вытаскивают оттуда мастеров, актеров, режиссеров, везут их в Москву и публично на всю страну награждают. Вот это вот надо делать, вот это поддерживать. Напоминать им, всем живущим, где бы то ни было, о том, что искусство есть везде, в каждой точке. Ну хоть в бубен где-то бьют точно. И за этими ударами в бубен что-то стоит. Какая-то богатая и сложная культура этого народа. Эвенков. Напоминать об этом. Вот канал культуры, кстати, тоже этим занимается. Напоминает об Эвенках. Понимаете? Ну я выражаюсь фигурально, вы понимаете. Да, да, да. Это мы вопросом о жизни в России. Напоминать. А говорить людям, так, ты сходил сегодня в театр? Так, ты почему уже целый месяц не был в театре? Ну смешно. А ведь в советское время так некоторые делали, да, значит? Кульпоход. Ну, так и плохо. Мы знаем, чем это кончилось. Видимо, может быть, ни то не смотрели, ни те спектакли. Вот у вас сегодня рабочий вечер, я знаю. А если был бы выходной, куда бы вы пошли? Театр на выставку, в кино. Ну, поскольку я работаю на канале культура, эта задача мною решается проще, чем... У меня есть преимущество перед другими людьми, публикой в целом, потому что в течение всей недели я подробно сообщаю о различных событиях, об открытии выставок, о премьерах спектаклей, о выходе в прокат каких-то фильмов. И я уже знаю, что можно, в принципе, куда кинуться. И я просто выбираю, ну, приходится жертвовать, потому что всюду не... Ну, просто выбираю из имеющегося, а у меня это имеющееся всегда перед глазами, в течение всей недели, я все знаю. Ну, и я иду... Я ведь сообразую свои действия в данном случае не с тем, чем я занимаюсь, а с тем, в чем я нуждаюсь. Ну, хочется мне в кино, ну, вот хочу в кино. Пошел и посмотрел. Вот я вот сейчас готовлю себя к тому, чтобы, может быть, все-таки пойти посмотреть «Трудно быть богом». Я до сих пор не видел. Столько уже прочел и услышал. Ну, заслужил заводки. Да, как... Большая критика в этом фильме. Ну, вот. Ну, я очень хорошо знаю книгу, и я видел все фильмы Германа. Эту книгу, кстати, мы даже читали на «Эхо Москвы», помнится, где-то в конце... Это было в начале 2000-м, в 2000-м году, по-моему. По ролям на «Эхо Москвы» на радио мы записывали. Такая была радиопостановка. Радиопостановка. Чего на радио вообще, по-моему, уже нет. А вот есть такой опыт. На радиокультуру только сейчас. Опять же, радиокультура. Там читаются произведения. Читаются. Какие-то такое. Телевизионный театр. То, чем всю свою жизнь занимался Александр Аркадьевич Ширель на радио. Телевизионный театр. Радиотеатр. Вот это еще можно послушать. Так вот, «Трудно быть богом» я читал... У меня была роль Дона Рэбе. Вот этого старого мерзавца, создающего геморроем, который все это устроил там. Все это пакост. Дон Рэбе. Интересно. Но вот пойти в фильм смотреть... Не знаю. Ну, пойду. Ну, нет. Ну, конечно, я его, наверное, увижу. Поскольку последний фильм Германа, который остался мною не увиденным. Тем более вы это пообещали уже нашим зрителям, слушателям. Что и мои обещания. У них своя жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.